Здравствуйте! С вами программа «Прокурор в теме» и я, ее ведущая Инна Румянцева. Сегодня мы будем говорить о защите прав многодетных семей на меры социальной поддержки. И разберемся в простых, казалось бы, но таких важных вопросах. Скажем, кто имеет право на получение статуса многодетная семья и как получить этот статус? На какие конкретно меры социальной поддержки могут рассчитывать семьи с тремя и большим количеством детей? Что делать с многодетной семьей в случае неправомерного отказа в предоставлении положенных льгот или выплат? А разобраться в этих и других вопросах нам поможет прокурор Октябрьского района Самары Игорь Шустав. Игорь Александрович, здравствуйте! Здравствуйте! Ну, расскажите для начала, какими законодательными актами регламентируется защита прав многодетных семей на территории Самарской области? Это прежде всего указ президента номер 63 о мерах социальной поддержки многодетных семей, принятый 23 января 2024 года. Далее следует закон Самарской области. Этот закон уже действует относительно давно, от 16 июля 2004 года, номер 122 ГД, о государственной поддержке граждан, имеющих детей. Кроме того, в развитии указа президента в текущем году постановлением правительства Самарской области принято два постановления правительства Самарской области. Это номер 250 об отдельных вопросах предоставления удостоверений многодетной семьи на территории Самарской области. И номер 303 постановления от 26 апреля 2024 года о порядке предоставления ежегодной денежной выплаты для обеспечения одежды, обучающейся в образовательных учреждениях. Вот такая законодательная нормативная база существует на территории Самарской области. Указ президента, безусловно, распространяется на территории всей Российской Федерации. И мы им руководствуемся, как надзорный орган нашей деятельности. Теперь поподробнее расскажите о том, кто имеет право на получительные статуса многодетная семья? Ну, во-первых, многодетной признается семья, имеющая трех и более детей до достижения 18-летнего возраста старшим ребенком и до достижения 23 лет, при условии, что ребенок обучается в общеобразовательном учреждении на очной форме обучения. При этом гражданам, выплачивающим алименты, если супруги развелись, имеющих троих и более детей, соответственно, не проживают, если дети с данным родителем, статус многодетного не присваивается. А вообще статус многодетности является бессрочным. То есть вот если я правильно вас поняла, например, вот у отца трое детей и несовершеннолетние дети, так по логике бы вроде бы семья многодетная, но двое, например, или один даже из этих детей с ним не проживает, но он платит на них алименты. Вот в этом случае не присваивается статус многодетный для семьи, вероятно, новой данного мужчины. Для данного мужчины нет статуса многодетности. Да, то есть он не является многодетным отцом, получается так. Понятно, с этим разобрались. Как получить статус? Статус предусмотрен соответствующим указом, о котором я говорил, номер 63, указ президента Российской Федерации. В соответствии с этим указом установлен единый образец удостоверения, подтверждающего статус многодетности. Для того, чтобы получить данный статус, необходимо гражданам обратиться в соответствующее территориальное отделение социальной защиты населения и предоставить следующие документы. Это паспорта на всех членов семьи, свидетельство о заключении брака, о рождении детей, справка о месте регистрации детей и личные фото законных представителей. В случае расторжения брака необходимо пакет документов дополнить свидетельством о расторжении брака, либо решением суда, вступившего в законную силу, либо соглашением об установлении места жительства детей, в частности, на территории Самарской области. Коль скоро речь идет о тех или иных льготах и выплатах, государственных социальных гарантиях для многодетных семей, я могу предположить, что ведется определенный банк данных о таких семьях. Вот на какие учреждения возложена эта функция? Введение банка данных возложено на Главное управление социальной защиты населения Самарского округа. Они ведут учет о таких семьях и предоставляем их им мерам социальной поддержки. Еще хотел бы сказать, что решение о выдаче удостоверения многодетной семьи, я остановлюсь на срок, принимается территориальным органом социальной защиты в течение 8 рабочих дней с момента подачи соответствующего заявления. Вот вы как раз говорили чуть раньше о пакете документов. Да, сроки всегда важны. Помимо предоставления пакет документов, о котором вы говорили, семья подала, и в течение 10 дней, то есть, да, решается этот вопрос. В течение 8 рабочих дней. Да, то есть через 10 дней практически они получают уже свое удостоверение. Да. Замечательно, это быстро. Да. И уже пользуются всеми положенными мерами соцподдержки. Конечно, в наших эфирах мы периодически рассказываем о каких конкретно идет речь о мерах соцподдержки. Но давайте сегодня еще раз подробно остановимся на этом, потому что очень важно. Расскажите нам, какие существуют все-таки меры социальной поддержки для многодетных семей. Следующие меры социальной поддержки существуют. Во-первых, с момента установления статуса многодетности присваивается, назначается, точнее, досрочно женщинам страховая пенсия по старости в связи с рождением трех и более детей. Также предоставляется возможность родителям получить бесплатное профессиональное образование. Либо, если у них есть уже дополнительное профессиональное образование в целях обеспечения их качественной занятости. Далее предоставляются государствам такие льготы, как бесплатное посещение музеев, выставок, парков, культуры и отдыха. В каждом субъекте Российской Федерации данный порядок определяется самостоятельно. То есть государство заботится о досуге многодетной семьи? Безусловно. Это вот очень важный момент тоже. Также предоставляются льготы по оплате жилья и коммунальных услуг. В каком размере у нас? В размере 50% от установленного размера оплаты. Далее существуют такие меры поддержки, как содействие в улучшении жилищных условий и безвозмездное предоставление земельных участков, обеспеченных необходимой инфраструктурой. Это очень важно для многодетных семей. Также бесплатно выдаются лекарства по рецептам врачей для детей в возрасте до 6 лет. Бесплатный проезд на внутригородском общественном транспорте для учащихся образовательных учреждений. Также прием детей в дошкольные... Пригородные автобусы, по-моему, тоже, да. Да, пригородные тоже, я как прокурор, я говорю о городском округе, да. И, конечно же, вы правы, и пригородные, и внутрирайонные линии для учащихся образовательных учреждений предусмотрен бесплатный проезд. Прием детей в дошкольные учреждения в первоочередном порядке. Бесплатное питание для учащихся образовательных и профессиональных учебных заведений. Бесплатное обеспечение школьной формой, спортивной одеждой. На весь период обучения. А, на весь период. То есть это касается не только младших школьников с 1-го к 4-й класса, а прямо до самого выпуска. Безусловно, это касается на весь период обучения в образовательном учреждении. И, как я уже... Это немало. Да. Солидный пакет помощи. Да. И, как я уже сказал, земельным кодексом в том числе предусмотрено бесплатное предоставление семьи многодетной. Земельный участок. Предоставляется в собственность от 6 до 10 соток размера этого участка. И также предусмотрено право выбора. Многодетная семья может отказаться от земельного участка. В силу, опять же, многодетности мы понимаем, что на территории города много вопросов. И детские сады, и школы нам все время не хватает. И если семья видит, что соответствующий земельный участок на отдалении, это, как правило, пригородные районы, Волжский, Красноярский, задействованы в таких вот программах предоставления участка многодетной семьи, они, семьи многодетные, могут получить компенсацию. Денежную имеется в виду. Денежную выплату. Могут выбрать или земельный участок 6-10 соток, или денежная выплата. То есть не просто отказаться и потерять. В сумме 250 тысяч рублей. И это предусмотрено законодательством. 250 тысяч рублей компенсация. Да. Право за выбор за многодетную семью. Да, но если неудобно, да, лучше получить 250 тысяч рублей, безусловно. А вот если многодетной семье предоставить собственность земельный участок, или вот денежную компенсацию, семья выбрала 250 тысяч рублей, будет это основанием для снятия с учета этой семьи, как нуждающейся в улучшении жилищных условий? Нет. Безусловно, действия, если такие произойдут, органы местного самоуправления, по снятию многодетных семей с учета, будут являться незаконными. И это будет основанием для обращения в суд, признания действиями муниципалитета незаконными и возложения обязанности восстановить данную семью на улучшение жилищных условий в очереди с момента их первоначальной постановки. То есть одно с другим никак не связано. Земля землей, жилье жильем. Абсолютно верно. Улучшение жилищных условий совсем другое. Это самостоятельные меры социальной поддержки многодетных семей. Улучшение жилищных условий и предоставление земельного участка – это еще одна мера самостоятельной социальной поддержки. Две разные меры. Две разные меры. Каким, кстати, требованиям должны подчиняться вот эти предоставленные земельные участки? Я имею в виду не только по размеру, о которых вы сказали, а вот инфраструктура. Да. Земельные участки должны, соответственно, быть оборудованы, как я уже сказал, необходимой коммунальной инфраструктурой. Это газовода, электроснабжение и улично-дорожная сеть. Обязанность по оборудованию соответствующей инфраструктурой лежит на органах местного самоуправления. И если органы местного самоуправления не выполняют данную обязанность, то граждане могут обратиться с иском в суд. И, конечно же, могут обратиться в прокуратуру. И мы уже в интересах многодетных семей также обращаемся с исковым заявлением об обязывании органов местного самоуправления обеспечить земельные участки необходимой коммунальной инфраструктурой. То есть, если на участке, вот участок есть, и он пустой, там нет света, например, или нет газа, то надо требовать соответствующих органов выполнения своих прямых обязанностей. Да, это предусмотрено. А не самим заниматься обеспечением вот этих вот... Конечно, законодатель уже и закладывал эти нормы. Земельный участок с инфраструктурой не по силам многодетной семьи. Да, решать еще эту проблему, безусловно. Оборудовать газом, светом. Уже мера поддержки именно должна быть конечная. Уже не просто земельный участок, а приспособленный для жизнедеятельности проживания на данном земельном участке и отдыха многодетной семьи. Да. Может быть, тогда и не стоит соглашаться изначально на участок, который не оборудован. Хотя разные, видимо, бывают нюансы. Вы знаете, выбрать... Нравится район, нравится участок, и говорят, что в ближайшее время все это подведут. Да? Да. Тут есть такие, конечно, нюансы. Выбор за родителями многодетными. Но, безусловно, одно, что участок, если понравился, например, участок и хочет приобрести его семья, то этот участок должен быть обеспечен коммунальной инфраструктурой. И это уже обязанность органов местного самоуправления. Это их задача. Да, мы вас услышали. Давайте вот об этом теперь. Какая материальная помощь предусмотрена многодетным семьям с несовершеннолетними детьми, которые учатся в общеобразовательных школах? Там какие-то есть разовые выплаты, постоянные выплаты. Вот об этом, пожалуйста, расскажите. Как я уже сказал, законом Самарской области номер 122 ГД от 16 июля 2004 года утверждено право на ежегодное единовременное пособие на ребенку к началу учебного года. И размер данного пособия составляет 11 тысяч рублей. Это ежегодная денежная выплата. Предоставляется на каждого ребенка в семье. Соответствующим постановлением правительства Самарской области номер 303 от 26 апреля 2024 года утвержден, собственно, порядок этой ежегодной выплаты. То есть как ее получить, да? А именно, заявление подается лично родителями в учреждении социальной защиты населения либо в электронном виде посредством использования единого портала государственных и муниципальных услуг. Удобно. Это удобно всегда. Это удобно, безусловно. Период подачи заявления с 1 августа по 31 октября. То есть вот сегодня 21 октября и еще 10 дней многодетные семьи могут воспользоваться своим правом. Кто не получил эту единовременную выплату может подать заявление в ближайшие 10 дней и, соответственно, оно будет рассмотрено. Если говорить о сроках рассмотрения заявления, то этот срок составляет 10 рабочих дней и рассматривается должностными лицами социальной защиты населения. 10 дней. Как осуществляется бесплатная выдача лекарств? Вот вы говорили, что есть такая мера обеспечения лекарствами детей до 6 лет возраста. Как это все происходит? Данная мера на льготное лекарственное обеспечение организует Министерство здравоохранения Самарской области. Назначение лекарственных препаратов производится после осмотра врачом ребенка в возрасте до 6 лет в поликлинике, в которой прикреплен ребенок. После осмотра соответствующие сведения вносятся врачом в банк данных. Существует специальный реестр по льготному обеспечению лекарственными препаратами. И уже через аптечную сеть, а к каждой поликлинике прикреплена аптека, то есть взаимосвязь есть, ребенок получает, точнее, законный представитель, ему выписывается и передается бесплатный рецепт на лекарство, и уже в соответствующую аптеку идет законный представитель, то есть родитель ребенка, и получает бесплатно данный препарат. Ну, так все просто, вроде бы, кажется. Что делать с многодетной семьей в случае неправомерного отказа в получении мер соцподдержки? В случае неправомерного отказа следует обратиться с заявлением к нам в прокуратуру. Надзор за соблюдением прав многодетных семей является одним из приоритетных направлений нашей деятельности. И мы, работники прокуратуры, проводим соответствующую проверку по заявлению, устанавливаем, если нарушено действующее законодательство, то, о чем я сказал в самом начале, соответствующий указ президента, постановление правительства Самарской области, закона Самарской области, мы принимаем меры прокурорского реагирования. Прежде всего, это представление, вносим его и требуем устранения нарушений действующего законодательства. Кроме того, хочу отметить, что Кодексом об административных правонарушениях предусмотрена ответственность должностных лиц за незаконные необоснованные действия. Статья 5.63 Кодекса предусматривает в качестве санкций наложения штрафа от 3 до 5 тысяч рублей на должностное лицо. То есть ответственность за бездействие или незаконные действия неминуемо наступит в случае нарушения закона. А как часто в прокуратуру обращаются многодетные семьи вот с такими обращениями об отказе? Вы знаете, к счастью, и, наверное, не часто у нас на территории Октябрьского района города Самара зарегистрировано 962 многодетные семьи. И вот в текущем периоде 24-го года поступило 15 обращений. А 900 – это за какой период? Это всего. Мы ведем актуальный реестр также. Соответственно, вопросы касались как присвоения статуса многодетности, так и льготного обеспечения, мер социальной поддержки. И в частности, вот могу в качестве примера привести, мать троих детей обратилась к нам с заявлением, двое из детей учились в общеобразовательном учреждении. И в силу проволочек, волокиты допущены должностными лицами, им своевременно не было предоставлен статус многодетной семьи. И, соответственно, не были обеспечены двое учеников школьной формы. Мы, безусловно, отреагировали, внесли в Главное управление социальной защиты представления. Нарушения были устранены. И учащимся была предоставлена соответствующая выплата. Мера поддержки, да? Да. Выплата для приобретения школьной формы. И статус многодетности был установлен. То есть получилось так, что не то, чтобы им не хотели отказать, а просто протянули время. Не вовремя все сделали. Проволочка вот эта, да? Да. Частая причина? Причина, да. Безусловно, органы государственной власти, исполнительной власти, органы местного управления загружены. Не успевают. А объем документов с учетом цифровизации, с цифровой трансформации в настоящее время огромен. И скорость передачи информации возросла. Но в данном случае вот затянули. Волокита была. Мы вмешались. Это вот хорошо. Что есть кому вмешаться, не вести порядок. Для этого и существует прокуратура. И надзорная деятельность ваша в этой области. Око государю. Как говорил Петр. Проверки соблюдения прав членов многодетных семей проводятся только по заявлениям законных представителей несовершеннолетних? Нет, не только им. Нами налажено межведомственное взаимодействие с контролирующими органами. Это и Министерство культуры, и Департамент образования администрации городского округа, и Департамент управления имуществом, и Комплексный центр социального обслуживания Самарской области. Мы требуем информацию из Главного управления социальной защиты по банку данных о многодетных семьях для ведения актуального реестра. Мы его также сами ведем. Также осуществляем мониторинг сети интернет, официальных сайтов, указанных поднадзорных органов. Какие проверки проводились в этой части? Соответственно, в последнее время мы проводили проверки по обеспечению многодетных семей доступа в культурные учреждения, зоологический парк наш городской на территории Октябрьского района. И вот, затребовав информацию из Министерства культуры, мы установили, что для посещения Третьяковской галереи, Третьяковка наша, в Самаре филиал, открывшаяся, и для посещения зоологического парка необходимо многодетным семьям заплатить 350 рублей за входной билет. Так оказалось, согласно официальной информации, размещенной на сайтах соответствующих организаций. Мы, безусловно, вмешались, потому что, как я уже говорил ранее, бесплатное посещение выставок, выставок животных, музеев. Да, любых, собственно говоря. И внесли также акт реагирования, нарушения нас услышали, нарушения были устранены, и в настоящее время многодетные семьи имеют возможность бесплатно посетить Третьяковку в Самаре и зоопарк. Ну, вот смотрите, вот эти билеты, то есть это все было выставлено на их сайтах, этих организаций, то есть они не скрывали этих сведений. То есть меня что интересует в данном вопросе? По каким причинам вот они ввели, все-таки пусть это недорогая плата, но тем не менее? Я думаю, это незнание законодательства. Вот в этой части предоставления мер поддержки многодетным семьям. У нас есть еще немного времени с вами. Вы можете еще воспользоваться этим и обратить внимание многодетных семей на какие-то важные очень моменты, важные нюансы, ну, чтобы они сами не попали в какие-то сложные ситуации, вовремя обеспечили себя теми мерами поддержки, которые, собственно, предлагает им государство и им, членам их семей многодетных. Ну, в целом, сегодня я остановился практически на всех основных вопросах касающихся мер социальной поддержки. Что-то добавить сложно в общем контексте, вот то, что я озвучил. Дальше уже конкретная жизненная ситуация. И, исходя из конкретной жизненной ситуации, мы разбираемся у органов прокуратуры в случае обращения к нам родителей и членов законных представителей многодетных семей. Поэтому я, наверное, только могу призвать, вот сегодня было озвучено мною, какие нормы существуют и применимы на территории Самарской области нормы законодательства. Призываю в случае нарушения закона обращаться незамедлительно в органы прокуратуры, а мы, соответственно, уже с профессиональным подходом, с учетом знаний и опыта поможем реализовать все меры государственной поддержки и восстановить нарушенные права многодетных семей. Вот, собственно, я и хотела от вас это услышать и сделать акцент на том, чтобы родителям в многодетных семьях просто знали свои права, знали законы и в случае их нарушения обращались в органы прокуратуры туда, где им помогут обязательно. Наше эфирное время подошло к концу. Игорь Александрович, я благодарю вас за полезную информацию, за подробные разъяснения. Напомню, сегодня гостем студии был прокурор Октябрьского района Самары Игорь Шустов. На этом я с вами прощаюсь. Берегите себя и своих близких. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»